Здесь хотели построить дом, а затем оборудовать парковку. Но жители отвоевали зеленую зону под названием Маминсквер. Летом здесь красивая аллея, а зимой место для прогулки. Теперь у горожан появилась возможность улучшить зеленую зону, не прилагая практически никаких усилий. Совсем недавно в России стартовал федеральный проект по благоустройству городов, который проходит в три этапа. В первом жителям регионов предстоит выбрать те территории, которые они хотели бы видеть благоустроенными. В Рязани насчитывается более 50 таких мест. В каждом крупном торговом центре, например, Дашков-Песочник, это Европы, в обоих Европах, Визельгроз, проходит анкетирование. То есть житель, проходя мимо, если видит такой большой плакат благоустройства городской среды, комфортной среды, надо к нему обязательно подойти и отдать свой голос. По словам Светланы, никакие данные при анкетировании указываться не будут. Достаточно простой галочки. Первый этап закончится 9 февраля. По результатам анкетирования выберут по три территории в каждом микрорайоне. То есть во втором этапе определятся 12 наиболее популярных зеленых зон. Третий этап пройдет 18 марта. Там определятся четыре территории. И вот из этих четырех мы опять выберем одну единственную. То есть четыре территории от города нам благоустроят. И будет у нас просто красота. Всем же хочется пройти по красивой территории. Нам дают шанс. Жители микрорайона Дашково-Песочник агитируют всех соседей проголосовать за мамин сквер. Это удобная зеленая зона недалеко от школы и детского сада. Хочется чистоты, тепла, уюта. Чтобы здесь гуляли дети. Большое количество желательно. Чтобы был социум, чтобы детям было общаться с кем. Я люблю, когда все красиво. Не просто там набросали туда цветочков, туда цветочков, а чтобы все было красиво. Мы хотели бы тут видеть тренажерный зал, чтобы можно летом было позаниматься, прийти в форму. Светлана Акимушкина говорит, что сейчас настало то самое время, когда стоит проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за одну из зеленых зон города. Ведь если есть возможность сделать Рязань лучше, то почему ею не воспользоваться? Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».